Маленький пёсик Трудяга, неутомимый охотник, и нрав у него твёрдый и решительный. Эта собака достойна понимания и уважения. Ведь Кокер Спаниель – отличный спортсмен, не смотрите, что ростом не вышел. Кокер Спаниель Но если Спаниель, так может испанец? Нет, вне всяких сомнений, он чистокровный англичанин. Породу начали разводить в Великобритании, начиная с 1879 года. Но уже в 17 веке англичане брали на охоту собак типа Спаниеля. Разве что их далёкие предки были испанцами. О чём упоминает в 1570 году доктор Кайюс в своём труде об английских собаках. Английский термин Спаниель и французский Эпаньоль в применении к различным породам охотничьих собак свидетельствуют об их испанском происхождении. Впрочем, некоторые авторы с этим не согласны. Они утверждают, что первые Спаниели были завезены в Британию финикийцами. А название Спаниель произошло слово «спан», что на финикийском означало «кролик». Однако эта гипотеза сомнительна, ибо собаки типа Спаниели существовали на европейском континенте задолго до их появления в Британии. Гораздо вероятнее, что они прибыли в Европу с востока, вместе с крестоносцами. Ведь благодаря им распространилась в Европе соколиная охота, для которой были нужны такие собаки. Но эти исторические факты представляют чисто научный интерес. А мы займемся современной историей Кокера, начавшейся именно в Англии. Название «Кокер» произошло от Бекаса, по-английски «вудкок». На этих диких птиц охотились первые Спаниели. Поначалу собаки были гораздо крупнее нынешнего Кокера. Их впоследствии скрестили с маленькими японскими спаниелями, которых в XVII веке португальские миссионеры привезли в дар своей землячке английской королеве, супруге Карла II. Очевидно, первоначальной целью скрещивания был определенный цвет, который отличал бы эту породу от всех прочих. Разноцветные японские спаниели стали непременным атрибутом замка Бленгейм, принадлежавшего герцогам Мальборо. С тех пор Бленгейм стал обозначать белый окрас с рыжими подпалинами и у Кокера, и у других спаниелей. И замок в Великобритании в основном помнят именно из-за этого, а не потому, что в парке его похоронен Уинстон Черчилль. До 1879 года Кокерс-Паниели как такового не существовало. А в этот знаменательный год некий мистер Бадетт скрестил черно-белую суку по имени Венера с дымчато-черным кобелем Франком. От этого союза родился Обо, красивый кобелек, которого можно считать родоначальником Кокерс-Паниели, поскольку он передал все свои характеристики детям, как бы закрепил их в породе. В 1893 году Кокерс-Паниель был признан клубом Кэннелл, правда с жестким ограничением веса, до 25 фунтов, около 11 килограммов. Собак перед выставкой взвешивали, и тех, кто перебрал весу, безжалостно изгоняли из круга. При таком строгом весовом ограничении, оставлявшем без внимания прочие признаки и склонности, Кокеры прозябали энное количество лет. Пока в 1901 их заводчикам не удалось добиться снятия ограничения, и порода сразу качественно улучшилась. На следующий год был выработан стандарт, сохранившийся в неизменности едва ли не до наших дней. Первые изменения были внесены в него в 1986 году, главным образом с целью узаконить охотничью, а не салонную принадлежность Кокера. Внешне Кокерс-Паниель должен быть веселой, живой, спортивной собакой, подтянутой и очень подвижной. Высота его в холке примерно равна длине от макушки до хвоста. Это не значит, что собака должна быть квадратной, просто ей необходима широкая грудная клетка и короткий сильный спинной хребет. Кокер по природе очень деятельная собака и, соответственно, должен быть сложен. Мощная грудь дает простор для развития сердца и легких истинного атлета. А короткий хребет обеспечивает максимальную динамику движений. Характер у Кокера должен быть живой, показателем чего является непрерывное виляние хвостом, особенно когда собака взяла след на пересеченной местности. Кокер обязан быть ласковым, но не за счет живости и веселья. Морда у Кокера почти квадратная. Линия от носа до затылка четкая и плавная. Зубы должны смыкаться в замок. Череп хорошей формы, не слишком утонченный, но и не топором вырубленный. Глаза большие, но не выпученные. Могут быть карими, темно-карими или ореховыми, сочетающимися с цветом шерсти, но не слишком светлыми. Нос широкий, ведь обоняние очень важно для Кокера. Висячие мохнатые уши начинаются примерно на уровне глаз и доходят до грудной клетки. В последние годы часто можно встретить нетипичные уши, либо слишком низко посаженные, либо чересчур длинные. Это недостатки, за них судьи всегда снижают бал. Шея у Кокера мускулистая, средней длины. Она вырастает из покатых плеч и не должна иметь подгрудка. Первое описание породы требовало длинной шеи, но потом в стандарт внесли изменения, поскольку чрезмерно длинная шея, конечно, красива, однако нарушает гармонию собачьей конституции. Передние лапы Кокера мощные, прямые и достаточно короткие, придают ему необходимую устойчивость. Но не настолько, чтобы опровергнуть записанную в стандарте формулировку. Крупная, малая, спортивная собака. Тело у него сильное, поджарое. Торс хорошо развит. Хребет короткий, широкий, мощный. Он составляет идеально прямую линию и обнаруживает лишь некоторую покатость ближе к хвосту. Раньше эта покатость спины считалась дефектом, сегодня же она зафиксирована в стандарте. Задние конечности широкие, округлые и тоже очень мускулистые. Крепкие кости расположены под углом. Скакательный сустав низко опущен, обеспечивая удобство для броска. Ступни широкие и сильные, с пушистыми стопными подушечками. Хвост размещен чуть ниже линии позвоночника. Он должен все время двигаться, но быть опущенным, а не задранным. Хвост, как правило, купируют, но не для того, чтобы его спрятать, а чтобы он не мешал движению собаки. Подвижный, веселый хвост – очень важная особенность породы. Кокер, который не виляет хвостом, негодный кокер, даже если отличается внешним совершенством. Поступ у кокер-спаниеля раскованная, широкая и уверенная. Так и должны ходить настоящие спортсмены. А семенящий шаг с вихляющим задом должен строго караться. Шерсть у кокера мягкая, шелковистая, не слишком густая, без признаков волнистости. По стандарту нужны пушистые наросты на передних и задних ногах, до самой стопы. Окрас может быть самый разный. У черных допустимы белые вставки лишь на груди. Еще недавно все гонялись за рыжими спаниелями. Сегодня в моде и другие цвета. В некоторых странах, например, в США, больше всего ценится необычный окрас. Рост англичанина 39-40 см у кобелей и 38-39 см у сук. Вес от 12,5 до 14,5 кг. Малая, крупная, спортивная собака. Эта фраза из стандарта как нельзя лучше характеризует английского кокер-спаниеля. К несчастью, люди нередко забывают последний эпитет спортивный. Задерживаясь на первом, малая. Так миниатюрный и трогательный кокер нередко превращается из опытного охотника в комнатную собачку. Хотя это запомните раз и навсегда, не его предназначение. Он, конечно, может приспособиться и даже находить в этом удовольствие. Кому не понравится с утра до вечера валяться на диване и плевать в потолок. Но английский кокер активная, темпераментная собака. И если не дать ему возможности выплеснуть свою энергию в полях и лугах, это рано или поздно обернется стрессом. В стрессовом состоянии кокер может стать лунатиком, забиякой и даже покусать человека. Особенно хозяина, если тот проявит слабость и уступит ему первенство. Когда возникла мода на кокер с панели, многие собаки поневоле попали не в те руки. Для детей он стал игрушкой, для дам – любимым детяти и так далее. Его милая внешность сослужила ему плохую службу. Кокеру стали приписывать качества, каких он отродясь не имел. Всякие спортсмены-охотники, если его баловать, нежить, душить в объятиях, рано или поздно взорвется. И у кокер с панели, в несвойственной обстановке, часто наступают срывы. Виноват в этом, разумеется, человек. А расплачиваться вынуждена собака, снискавшая себе славу, кусачий, неуравновешенный и истеричный. Мы ведем речь о неправильном в корне обращении с собаками, однако спросите любого хозяина. Он ни за что в этом не признается. Беда в том, что люди, ласкающие собаку с утра до вечера, закармливающие ее сладостями, отдающие на растерзание детям, пусть, мол, подружатся, больше чем уверены, что у них самый счастливый пес на свете. Попробуйте им внушить, что они делают пса неврастейникам. В таких условиях кокер никогда не будет счастлив. Ибо это противно его природе. Вот если дать ему побегать, взять след, выплеснуть накопленный запас энергии, как можно дальше от двуногих щенят, которые дергают его за уши и за хвост, тогда он и дома будет вести себя культурно, сдержанно и приветливо. Он неизменно будет послушен и легко усвоит любые навыки. Одним словом, кокер сумеет реализовать себя и не доставит хозяину хлопот. Трудяга, спортсмен, охотник. Если вы любите кокера, не забывайте об этом. Никто вас не заставляет любить охоту, главное помнить, он ее любит. Вот и пусть развлекается, пусть ищет след, пусть учится приносить вам предметы, эту игру он очень любит. Для этого совсем не обязательно убивать дичь. Вам хватит и обыкновенного мячика. А он почувствует себя нужным, будет радоваться вашим похвалам и вернется домой умиротворенным. При любой возможности запустите кокера в воду. Воду он обожает. С удовольствием плещется, плавает и чувствует себя в своей стихии. Не забывайте также, что кокер очень способная собака. Он без труда выполнит любое задание. Он идеально подходит для состязаний в ловкости. А в Штатах неизменно берет первые призы по выучке. В Италии же кокер прежде всего охотник. Нужно только, чтобы он научился держаться в стороне от выстрелов, лучше рядом с хозяином, и не ловил, а вспугивал дичь. Научить его охотиться в любой обстановке, в местах, недоступных легавым собакам. Он так отважен и азартен, что его не остановит ни чищоба, ни болото. А вы не удерживаете его, даже если при вас нет ружья. Научите кокера держаться вблизи, приносить предметы, хотя бы мячик. Дайте ему возможность поплавать, проявить свои врожденные качества, даже если не одобряете охоту. А держать его в помещении, на коврах и подушках, значит идти против природы. Золотая клетка все равно останется тюрьмой. Еще один негативный момент. Недостаток движения, особенно вкупе с избытком питания. Кокеры при неправильном режиме склонны к ожирению, от которого неизбежно портится характер. Собаке не так-то просто отказать, когда она смотрит на вас глазами кокера. Стоит ему умоляюще посмотреть на вас за едой и устоять практически невозможно. Но вы обязаны устоять. Все собаки подвергают нас такому испытанию. Но это не голод, а обжорство. При домашнем образе жизни спаниэль рискует набрать излишний вес. Если хозяин ни в чем не может ему отказать, то считайте, ваша собака больна, потому что ожирение – настоящая болезнь. Все жирные собаки страдают печеночными, почечными, кожными болезнями. А маленькая ожиревшая собака еще и артритом, поскольку ее кости не приспособлены к тому, чтобы носить большой вес. Так как же защититься от глаз кокера? Во-первых, развивайте собаку физически. Даже на поводке, если нет другой возможности. Физические упражнения позволят ему сбросить избыточные калории после наших поблажек. Во-вторых, кормите его одновременно с собой. Не из экономии времени кокер в долю секунды опустошит свою миску, а из психологических соображений. Зная, что собака сыта, хозяин уже не так остро реагирует на взгляд умирающего с голода. Третий способ необходим для собак с излишним весом. Давайте им диетическую пищу. Или посоветуйтесь с ветеринаром, как составить для кокера низкокалорийную, низкобелковую диету. Таким образом, вы сможете увеличить объем пищи к взаимному удовольствию и без вредных последствий. Но это средство хорошо только для взрослых, домашних и малоподвижных собак. А деятельные собаки и, конечно, щенки должны потреблять значительное количество белков. Главное ваше оружие воспитания собаки – это здравый смысл. Мы поговорили об ошибках человека, которые из веселого и жизнерадостного пса могут сделать настоящего изнеженного неврастейника. Помимо ошибок в воспитании, люди иной раз неправильно содержат собаку по неопытности, незнанию, а иногда и просто из неуважения к закону. Имеются в виду люди, что за большие деньги привозят щенков из стран, где кокеры так не котируются. Их сотнями запихивают в грузовики и везут, не соблюдая никаких санитарных норм. Кроме того, движимый лучшими чувствами хозяин спешит спарить своего питомца с первой попавшейся собакой противоположного пола. От этого опять-таки случаются расстройства собачьей психики. Кокер-спаниель не такая уж редкая порода, чтобы нельзя было избежать ошибочных случек и тем самым застраховать его от физических и моральных травм. Если вы хотите, чтобы английский кокер рос нормальной здоровой собакой, читайте почаще описание породы, изучайте методику воспитания. Учесть все психофизические факторы под силу только заводчику. Для начала он вам подберет собаку с безупречной родословной. Сегодня пик моды на кокер-спаниеле уже пройден. Не то, что несколько лет назад. И это, безусловно, улучшило качество породы, поскольку мода в собаководстве ничего хорошего собаке не сулит. Когда начинают разводить собак на продажу, качество их неумолимо падает. А когда щенки попадают к людям, думающим только об экстерьере и не желающим понять собаку, тут уж бедам нет числа. Какое-то время кокер был собакой для всех. Потом стал собакой для избранных. Но ни то, ни другое не отражает его истинной сути. Кокер – прекрасная собака, если ухаживать за ним как следует. Он не привередлив, не капризен. Само воплощение веселья и добродушия. Эта порода подойдет многим, от заядлых охотников до любителей прогулок. Но кокер подходит далеко не всем, поскольку малоподвижный образ жизни, недостаток активности губит эту собаку. Хозяева могут держать кокера дома, но обязаны находить время и силы для его физического развития. Кокер не игрушка. Он не расположен к тому, чтобы маленькие хозяева трепали его и тискали. Поэтому играть с ним должны только дети, понимающие его нрав. В этом случае кокер никогда не оскалится на ребенка и будет ему прекрасным товарищем во всех играх. Кокер, спаниель, умная и трудолюбивая собака. Эти его качества ни в коем случае не должны пропадать зря. Хозяин обязан развивать его такими упражнениями, как розыск предметов. Если вы охотник, берите его с собой. А не охотники, пусть создадут ему условия для того, чтобы проявить свои природные качества. И последнее напоминание. Кокер – здоровая и крепкая собака. Он рожден для тесного общения с природой. Не надо считать его хрупким и оберегать от малейшего дуновения. Если он рвется в воду, а на дворе осень, не удерживайте его. Он не простудится, поскольку обладает сильным иммунитетом. Если ему хочется поиграть с большой собакой, а та не возражает, не торопитесь хватать его на руки. Ничего с ним не случится. Но к собакам-задирам, которые могут его раздразнить, озлобить, не подпускайте. В этом случае риск действительно велик. Играющие собаки не причинят друг другу зла, даже если они в разных весовых категориях. Но если собаки поссорились, тут, конечно, надо учитывать и рост, и вес. Малая, крупная, спортивная собака. Повторяя эти слова, мы заканчиваем наше путешествие в мир покера. У него такие умные глаза, такие шелковистые уши, такая обаятельная морда. И при этом он всегда остается тружеником. Если вы упустите это из виду, Кокер Спаниэль разочарует вас. А если нет, тогда этот жизнерадостный пес доставит вам немало счастливых минут.